Специалисты отмечают, что характерных симптомов при коронавирусной инфекции нет. Однако они схожи с проявлением острого респираторного вирусного заболевания различной выраженности от бессимптомного течения до тяжелых форм с развитием пневмонии и неблагоприятного исхода. Это вирус, группа коронавирусов. Коронавирусы давно существуют в природе. В основном они циркулируют среди популяций животных. Также есть коронавирусы, поражающие человека. Они склонны мутации. Один из этих вирусов мутировал и вызвал вспышку данного заболевания, которое мы сейчас наблюдаем, по новостям, происходящих ситуаций в Китае. Лицам, совершившим поездку в страны Ближнего Востока, у которых появляются симптомы, либо во время самой поездки, либо после возвращения, необходимо обратиться за медицинской помощью и сообщить о совершенных поездках. Ученые пытаются сейчас выяснить все способы путевопередачи, источник, откуда взялся этот вирус, что послужил источником появления инфекции. Предположительно, это змеи, летучие мыши, которые продавались на рынке. И также пока непонятно, какой у него инкубационный период. Доказано, что уже вирус представляет собой опасность у человека, который находится в инкубационном периоде, который не имеет еще клинических проявлений заболевания. Также варьируются данные по инкубационному периоду про продолжительности. Кто-то говорит, что в среднем 7 дней, также есть данные, что до 2-3 недель. Роспотребнадзором разработаны и утверждены временные методические рекомендации по лабораторной диагностике нового коронавируса методом полимеразной цепной реакции. Специфическая профилактика коронавирусной инфекции не разработана. Проводятся профилактические мероприятия, как при Гриппе и ОРВИ. Это избегать тесных близких контактов с людьми, избегать общественных мест, мыть руки. При посещении общественных мероприятий, также при посещении магазинов и просто мест скопления людей, ни в коем случае руками не докасаться глаз, нос, рта, всех слизистых оболочек, чтобы минимализировать передачу вируса. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова